Очень дешёвые шмотки. Всё, сразу я беру. И мне так прикольно, так классно. Так понравился. Я уже испачкала, блин. Привет, мои хорошие, с вами Селена. Сегодня я вам покажу свои последние покупочки. Не знаю, в ближайшее время буду ли я вообще покупать себе что-то. В этом году это точно последнее видео о покупках, потому что в этом году я уже ничего себе не покупаю. Всё уходит на квартиру. Но есть вещи, которыми я всё-таки себя порадовала. И хочу сейчас все их показать. И когда следующее видео с покупками будет, я не знаю. И первое, о чём бы я хотела вам рассказать, о своём приобретении, это вот такая вот плёнка, которую я могу вам показать. Плёнка на телефон. Защитная. Сзади у меня текстурная плёнка, чёрная, называется Black Dragon. Это качество просто нереально офигенное. Качество 3M. Кто знает, тот поймёт. В Америке это очень популярные плёнки. И у нас в России их подделывать научились китайцы. Но качество всё равно остаётся за 3M. И я заказывала всё это на сайте. Имею отношение к этому сайту, поэтому я 100% знаю, что там оригинальные плёнки. Они используют оригинальные 3M плёнки, которые, чтобы попасть к нам в Россию, объезжают полсвета. Сама контролировала всё это, поэтому 100% гарантия вам даётся на это. Дальше передняя плёнка тоже. У меня телефон уже несколько раз падал. Сейчас, как вы знаете, идёт бум, популярность. Сейчас это очень так модно. Во многих торговых центрах стоят уже эти плёнки, обклеивают всё плёнкой ваш телефон. Стоит это одна сторона обклеить, там, от 1300 рублей, по-моему, от 1300 рублей. Весь телефон обклеить. То есть, одна сторона 1300 рублей стоит, допустим, да? Плюс, по-моему, работа ещё, чтобы обклеить телефон, ещё за работу берут. На сайте Extra Quality плёнки используются такого качества хорошего, что вы сможете это всё сделать сами, что вам не нужен профессионал, который вам должен там что-то где-то вымереть, всё замечательно. Итак, что могу сказать об этих плёнках? Они супер прочные, это первое. Они защищают корпус вашего телефона, защищают экран телефона. Они очень тонкие при этом, то есть, они не увеличивают объём вашего телефона. Текстурная плёнка, она ещё и придаёт офигенный вид. Я уже просто получила кучу комплиментов о том, а что это у вас за чехол, а что это у вас... Он как будто обтянутый кожей, вот настолько, да? Нет никаких пузырей, вообще не было никаких проблем. Я за 2 минуты всё это сделала сама, наклеила. Вариантов много. Есть просто задняя такая плёночка, клеишь. Есть с боками заклеивающимися. Вот я заклеила боками. Текстурные плёнки есть под кожу белые. Есть под дерево разное. Есть цвета кожи разные. В общем, есть матовые цветные плёнки, то есть, красный цвет можно, да? Я себе планирую ещё заказать плёночки. Передние плёнки. Передние плёнки тоже, они необычные. Они самовосстанавливающиеся. Если есть какие-то мелкие царапины, если там бросили телефон в сумочку, да, мелкие царапины, просто нагреваем феном, и эти царапинки как бы восстанавливаются. Он снова становится таким прекрасным. Ещё что я заметила, что как только я его наклеила, я такая думаю, что-то ощущение какое-то изменилось. И я вот прям вожу пальцем по вот этой плёнке. У меня такое ощущение, что ещё более чувствительный стал экран. Ещё более легко и быстро откликается на мои пальцы, да, сенсор откликается. Ну, прям мне нравится. Я это прям ощущаю. А потом я прочитала уже, что оно действительно способствует более лёгкому скольжению и вот этому всему. Также можно эти передние плёнки не только на экран устанавливать, а вообще по всему телефону. Если у вас, например, телефон какой-то красивый, сам уже, да, там с какой-то кожаной обшивкой, там и так далее, и вы хотите её сохранить, корпус, да, то вы просто заказываете себе на сайте полностью прозрачную защиту, да, и просто обклеиваете. И всё. И она настолько незаметная, настолько тонкая и при этом защищает ваш телефон, что вообще просто кайфует. Плюс ещё самовосстановление. И гарантия год. Гарантия год. Всё. Ссылку на это я оставлю под видео и видео, где я это всё клеила, устанавливала. Когда оно ко мне пришло, вот в таком вот конвертике пришло, здесь у меня был спрей, шпатель, вот он шпатель, спрей, инструкция, по видеоинструкции можно сделать всё. Вот такое у меня чисто назад осталось. Ещё мне, по-моему, брата такой же корпус я ему подарю. Вот. Инструкция, вот он спрей. В общем, всё очень легко и просто делается. Вообще не нужно отдавать большие деньги. А самое важное, что такого качества вы нигде не найдёте. Потому что конкуренты этих плёнок, они не используют такие качественные материалы. Вот. Потому что это заморочка. А экстра-квалити это качество. В первую очередь. Ну и приятный бонус тем, что цены там очень хорошие. Вот. Это моё первое приобретение. Такое радостное, счастливое, кайфовое. До сих пор кайфую. А теперь приступим к одежде. Итак, первое, чему я безумно рада, это вот толстовочка такая. Она на змеечке. Кстати, сейчас пока одевала, я заметила, что змейка с серебряной фурнитурой. А у меня в основном серебро всё, да? И поэтому она мне очень нравится. Я такая думаю, уля, я молодец. Интуитивно почувствовала. Где я это взяла? Да, это я зашла на распродажу. Сейчас, кстати, уже новогодние распродажи. 50% скидка. Такой магазин Гроб. Гроб. Вот вы читаете? Кроб. Ке. Не гроб. Кроб. Вот. Но если ты быстро говоришь, иногда кажется, что это гроб. Но это не гроб, это кроб. На самом деле, там очень дешёвые шмотки. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но не всё. Есть вещи очень качественные. У меня, например, брат там любит покупать футболки, тоже какие-то толстовки. И он говорит, что они просто с носу нет. Там есть футболки, которые 5 лет, и постоянно они стираются. Представьте, да, как мальчик. Ну, стираются. Стираются. В смысле, в машинке стиральной. И вот насколько мальчики быстро, да, там футболку один день поносили, всё, в стирку, в стирку, в стирку. И, говорит, 5 лет просто как новая. То есть, ни кашлати, каф никаких, ничего, да. Но не все вещи одинаково хороши там, поэтому нужно смотреть состав и так далее. Но вещей там очень много, и вещи дешёвые. Плюс, когда у них там скидки, просто всё можно купить очень дёшево. Вот сейчас я вам покажу. Пару вещей я там купила. Это вот эта толстовка на змейке с офигенным капюшоном. Вот он, большой объёмный капюшон. Я её как раз взяла, чтобы одевать под... Да и под пиджаки можно одевать, если подойдёт, да. Под пальто, под пуховики. В общем, под много что. Я люблю, когда выглядывает вот так вот капюшон. Это смотрится очень стильно, модно там и так далее. Более того, здесь невероятные просто рукава. Они меня покорили. Размер я взяла L-ку, естественно, не S-ка, не M-ка. L-ка или X-L-ка можно брать. Но я L-ку взяла. И эти рукава, когда я их одела, всё, сразу я беру. Потому что эти рукава мне очень понравились. Она вся такая объёмная. Она не длинная, не удлинённая. Она такая, даже вроде бы укороченная. Если брать свой размер, то она будет укороченная. Но так как у меня L-ка, она прям вот впритык до пояса. Сейчас я покручусь, поверчусь и посмотрите. Она прям мне очень нравится. И состав, состав. 40% хлопок и 60% акрил. Если бы она была совсем акриловая, возможно, я бы её не взяла. 999 рублей я её взяла. А так она стоила 1690, по-моему. Да, 1690 она стоила. Я её взяла за 999 рублей. Кстати, в этом магазине есть ещё и обувь, и куча всего. Но я думаю, вы все знаете. В торговых центрах во многих есть. От того, что там 40% хлопка, я её взяла. Следующее, что я вам хочу показать, это там же, в этом же магазине Крок. Я взяла вот такие джинсы. Серые. Девочки, никогда раньше не обращала внимания на серые джинсы. Это мамсы. Я их в последнее время полюбила. Размер взяла 34, потому что они какие-то здесь большие мерки. 34 размер в других магазинах просто на меня не налезет. А здесь 34 прям как 36 в любых других магазинах. То есть как 34 это excess наш маленький. Немножко тянутся они такие вроде бы даже, мне кажется. Хотя нет. Нет, не тянутся. Но такое ощущение, что тянутся. Завышенная талия, укороченный низ и серые я взяла, потому что я смотрю сейчас же, да, стилистов разных. Я смотрю, что много где используются серые джинсы именно. И они такие прям сочетаемые, прям можно сказать даже базовые. И я подумала, почему нет. Тем более везде мамсы стоят... Ну, самое дешевое, где я нашла, это там 1700. И то мне не совсем нравится, как они сидят. Самые такие 1900. Это в Страдивариусе. Но у них там только два цвета. Цветлый джинс и темный джинс. В Заре они там 2300, 2500 и 33500. Поэтому, когда я увидела, что эти джинсы стоят со скидкой за 999 рублей, я их пошла померила, классно беру. И даже вот сюда просто одела эти джинсы, одела мартинсы. И мне так прикольно, так классно. Единственное, что мне здесь не нравится, это вот этот вот, этот задник. И нужно его сразу здесь отпороть, пока оно все не... Ну, как бы, знаете, там сохраняется все под низом. Под низом. Вот. А здесь выгорает или застирывается. И если мы потом это не сразу сделаем, а потом оторвем, то будет это... Прямо пятно. Но она прям вообще тканевая, не классная. Если бы она была какая-то кожаная или что-то было интересное, красивое, то можно было бы оставить. Но это просто такое ощущение, что это не ткань, бумажная. Картонная, какая-то бумажная, непонятная тема. Может, кажется, это не картон, не бумага, но, честно говоря, вот по ощущению кажется так. А в целом они очень хорошо смотрятся. Да, XS размер, вот написано, XS. Прямо мне очень понравились. Классные. Серые теперь у меня есть. Вообще, еще хочу темно-синие. И вообще, я хочу еще Slim взять темно-синие. У меня у подружки Slim, Tom Michael Figer, очень клево смотрятся. И еще я тоже видела, как сидят очень клево I'm Studio. Тоже очень красиво сидят. И вот надо что-то из этого тоже себе взять. Далее, то, что я вам не показывала, я заказала в H&M. Не показывала, потому что я заказала это в Черную пятницу. Вы знаете, у меня есть уже один пиджак, жакет, пиджак, как там правильно, женский жакет, мужской пиджак. Но иногда, кстати, даже в магазинах пишут, что женский пиджак. Может быть, открою, зависит еще. Они и так стоили недорого, там, 2 229 рублей. Там три вида было их. Я один взяла за 2 229 рублей еще давно. Он суперклассный. Я хотела такой же взять, только другой цвет, серый какой-то. Ну, вот серый был вот этот, был в единственном размере. Я вам показывала покупки на Черную пятницу. Я вам показывала, что я его заказала. И вот, наконец-таки, он пришел. 42-го размера, большой такой. Почему вообще я заказала серый пиджак? Вышел у меня 1800 с копейками. Со скидкой 20% тогда на сайте были в Черную пятницу скидки. Я увидела одну фотку. Я вам сейчас сюда ее вставлю. Просто мне этот образ так понравился. Единственное, что, конечно, костюм бы я хотела только купить. Серый. Он светло-серый. И он там немножечко в клеточку. И клетка, скорее всего, с розовым таким цветом. Поэтому идеально подходит розовый... Розовый... Что розовый? Розовый свитер. Но... Так, я думаю, как вам все это показывать? Короче, можно сочетать вот это с этим. Да? Что-то одел вниз. И получается даже как и костюмчик. Джинса и вот... Посмотрите, короче, как смотрится этот пиджак. Сейчас дальше расскажу еще, для чего я это все дело взяла. Блин, я продолжаю все худеть и худеть. Смотрите. Вот. Это было мне впритык. Теперь просто мне... Сколько нужно еще выпустить? Смотрите. Еще две, блин, надо делать. Раз вот сюда. И два вот сюда, чтобы нормально завязать пояс. Застегнуть. Сейчас он свободный. Не, ну это радует с одной стороны. С другой стороны больше движений нужно делать. Ой. Продолжаю разговор про свитер. Вот ту картинку, которую я показала. Вы видели там яркий, классный свитер. Я такой свитер вообще ходила, я на него смотрела, просто не знала, с чем его одевать. Есть он в биржке. Стоит две тысячи, по-моему, две с половиной. Но он такой плотный, я уже все-таки увидела, когда эту картинку, думаю, ну все, ищу такой костюм и ищу такой свитер розовый. Тем более я знаю, где он есть. Я пошла в биржку, померила этот свитер. Я просто не люблю очень сильно толстые, объемные свитера. И я понимаю, что я его просто носить часто не буду. Мне нужно что-то тонкое и легкое. Тогда, да, там мне будет комфортно и классно. Короче, начала я искать такой удлиненный какой-то свитер, ну чтобы он был легкий. Нашла свитер. Фирма Esprit, размер L. Вот такой вот с горлом, с длинными рукавами. Удлиненный. И он легкий. Конечно же, это не из того образа, который в фотографии. Это из моего образа более облегченный вариант называется. В общем, я его затаскала уже, он мне нравится. Он мягкий, он хлопковый, по-моему, даже. Он прекрасно к телу, абсолютно. Так, чё он у нас? С чего ты, друг сердечный? Хотя, может, и не из хлопка. Вискоза. 50% вискоза, 20% акрил и 27% полимит. Полистер, наверное. Но мне он нравится, к телу классный, приятный, его вообще снимать не хочется. И как раз-таки я взяла, ну я подумала, что там серый и розовый классно сочетаются. Вот я подумала, что это тоже вот так вот можно сочетать. Ещё не одевала, честно говоря, но можно. Свитер, посмотрите, как смотрится. Дальше. Ой, блин, я уже испачкала, блин. Юбку себе взяла. Давно искала юбку. Так. Бирки все отрежем. Вот эта юбка no name. Да. Без имени. В общем, зашла в магазин, увидела юбку. Она удлинённая. Она трикотажная. И ещё я офигела, когда в составе увидела 50% шерсть. Я подумала, что это как раз на зиму, тепло, и она не будет кашлатиться. Супер-пупер. Где? А где я увидела? Что здесь шерсть? Опа. Вот тут я увидела, что есть шерсть. Wool. Wool это шерсть. Lana-wool. И 50% акрила. Вот. Made in Spain. В общем, вот такая вот юбка. Она немного длиннее, чем я бы хотела. И ещё там не было размера S, и я взяла размер M. Но что меня порадовало, что здесь, как видите, такой пояс идёт с двумя резинками. И здесь как раз есть дырочки, из которых можно эти резинки вытащить и утянуть. И тогда, чтобы она сидела мне по поясу. Вообще, это шикарно. Ну, в принципе, она так сейчас сидит по поясу, но чтобы более плотно. Я люблю одежду чувствовать на теле, чтобы более плотно. Ну, короче, молочный красивый цвет вообще. И прям под сапоги. Я вам покажу, как это я собираюсь сочетать. Я, наконец-таки, нашла эту юбку, хотя долго везде искала. Где-то в интернет-магазине заказывать не очень-то было комфортно. Потому что надо мерить, надо чувствовать, надо щупать. А это пришла, померила, понравилось. И я взяла. Ну, и еще дырьки, дырьки, дырьки. Я взяла вот такие сапожки. Нам как раз перед поездкой нужно было сапоги обновить. У него, в принципе, и те нормальные. Он мог бы еще этот год отходить в них. Но они какие-то были не зимние. Я не знаю, о чем я думала. Там не было меха внутри. И мама говорит, вы вот едете, там может быть холодно. Хотя погода была теплая везде. И в Москве, и в Питере. Все было тепло. Мама сказала, возьми, возьми. Ну, я взяла сразу ему на два размера больше. Там других и не было. Я взяла в спортмастере. Вот такие. И они, видите, теплые. Ну, теперь вот я не переживаю, что нужно одевать теплый носок ему там или еще что-то. И в спортмастере были скидки. Я взяла их вообще, по-моему, за 1000 рублей. Или даже до 1000 рублей. Вот, прикольные. Здесь змейка. И все классно. Такие вот купила ему. И в H&M купила ему набор трусиков. Я обожаю вот такие трусики. Обожаю. Они классные. И даже можно было бы еще купить на размер больше ему. Представляете, это 92-й. Можно было бы взять побольше чуть-чуть. Этим вот такие в обтяжечку, в притычок. Короче, я люблю боксеры вообще. На пацанах. И мелких, и взрослых. На моих пацанах, я имею в виду. Поэтому я им такие покупаю всегда. И вообще в H&M мне нравится детская одежда. И носочки, и трусики. Очень хорошего качества. И долго держится, опять же, без катышек. Без вот этого всего. Закошлачивание. Все, мои хорошие. Вот такие вот покупочки были. Напишите, что вам понравилось. Больше всего. Какие сочетания. Вот. Ну, надеюсь, вам что-то открыло в тот же круг. Вот сейчас новогодняя распродажа. Класс, да? И я хожу по магазинам и думаю, блин. А я должна думать вот о плитке, об обоях, об том, о всем и какие шмотки. У меня сейчас не до шмоток. Думаю, почему этот период попал именно на новогоднюю распродажу. Вообще. На самом деле вещей у меня очень много. Надо немного преуспокоиться. Я их беру, покупаю вещи. Они мне вот радуют, радуют, радуют. И все. Потом моя голова занята другим. То есть, ну, это какая-то болезнь в голове у меня. Точно шапоголизм. Ну, в общем, будем с этим работать. Все. Сейчас все в квартиру. Вот все, мои хорошие. Ссылки все полезные будут под видео. Видео, кстати, на пленке. Ссылку я оставлю под видео. И видео, где я клею, тоже оставлю под видео. Заходите, смотрите. Гарантирую, вообще, стопроцентное качество офигенное. Мало где такое найдете. И прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok